Этот одноэтажный кирпичный особняк на улице Богдана Хмельницкого построили в конце 19 века по заказу известного благовещенский предпринимателя Евдокии Назаровой, владевшей кирпичным заводом. Последние жильцы съехали отсюда три года назад по программе переселения из ветхого аварийного жилья. То, что дом обветшал, видно невооруженным глазом. Местами обрушились чердачные перекрытия, окна выбили. Но, возможно, уже совсем скоро объект культурного наследия отреставрируют. В январе будущего года здание выставят на торги. А раньше всех с молотка уйдет вот этот частный дом на Мухино, 56. Аукцион, который объявили в конце ноября, состоится перед самым Новым годом. Передать из муниципальной собственности в частную планируют еще два ветхих здания. В феврале особняк на Красноармейской, 154. В апреле доходный дом Берчанского, 1916 года постройки. На Калинина, 57. Он законсервирован шестой год. Новые собственники будут обязаны взять на себя заботу о строениях. Чтобы было проще финансово, депутаты пошли навстречу, утвердили налоговые льготы на имущество и землю. Было принято решение на городской думе предоставить налоговые каникулы для собственников, которые имеют исторические здания. Сумма-то будет небольшая, 664 тысячи. Но она позволит собственникам начать ремонт, сохранить эти здания в течение трех лет. Льготы собственники получат с 1 января 2020 года. При условии, что будут вкладывать деньги в ремонт и реставрацию помещений. После они смогут использовать объекты по своему усмотрению. Открыть там магазины, музеи и прочее. Главное, что достраивать дополнительные этажи и делать пристройки к объектам культурного наследия запрещено. Как показывает практика, новые владельцы памятников архитектуры закон соблюдают. Реставрируют исторические здания в городе ежегодно. Недавно первоначальный облик обрело здание на Шевченко-10Б и бывшая почтово-телеграфная контора на Ленина-142. Скоро в первозданный вид приведут еще одно. Здание Островского 43, это бывшая станция туризма краеведения. Оно было три года назад продано, оно находится в частном владении. Выполнен проект реставрации, он прошел историко-культурную экспертизу. Работа в этом году начата и в следующем году, надеюсь, будет завершена. Реконструкция ждет и самую первую улицу Благовещенска. Переулок Релочный. Сейчас здесь три десятка зданий, в их числе около десяти старинных деревянных. Концепцию по сохранению и реконструкции исторического переулка поручил разработать губернатор Василий Орлов. Документы ему должны будут предоставить в марте 2020-го. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».